Овощи, мясо и молочные продукты, крупы и макаронные изделия, а также сладости. В этом наборе есть все необходимое, чтобы полноценно накормить большую семью. Порядка 20 килограмм картофеля, пара, где и больше кур и несколько упаковок различных круп. С таким запасом не придется думать о том, чем питаться ближайшие пару недель. Как вы знаете, руководством нашей республики, ее указом, существует горячая линия, куда обращаются все эти люди. Кому-то нужны лекарства, кому-то нужны маски, а кто-то остро нуждается в еде, в пропитании. И всех этих людей, которые нуждаются в продуктах питания, их перенаправляют к нам. Эта продовольственная помощь жителям республики была организована по решению Рашида Тимрезова. А поддержку в этом оказали благотворительные фонды Карачаева-Черкесии, которые уже несколько дней занимаются фасовкой и развозом продуктов. Ведь нуждающихся в помощи немало – более 1600 семей. Когда человек попадает в трудную ситуацию, ему кажется, что более испытывающих, еще более тяжких ситуаций людей, кроме него, и нет. На самом деле, я тоже, честно говоря, думал о многом так, пока не начал работать в этом фонде. Сталкиваясь с теми людьми, кому мы помогаем, я, честно говоря, вижу, что очень многие из нас жалуются попусту на самом деле. То есть это можно все перетерпеть, это можно все пережить. Есть люди, которые буквально без крыши над головой, есть люди, дети которых босиком ходят. Ольга Гончарова состоит на учете в благотворительном фонде «Территория милосердия» уже больше года. Женщина говорит, что за это время их семья не раз сталкивалась с серьезными проблемами. И в помощи им никогда не отказывали. Очень хорошие люди, всегда идут на встречу, всегда помогают. Никогда нет. Я многодетная мать-одиночка, мужа нету. И всегда мне во всем помогают они. Большое им за это спасибо. Руку помощи в сборе продовольственных наборов протянули землякам и просто неравнодушные жители республики. Кто-то помог, к примеру, хлебом, а кто-то привез фрукты. Данная акция в очередной раз показала, что в Карачаево-Черкесии живут люди с добрым сердцем. Мы надеемся, что пока ситуация в скором времени не наладится, люди будут вот так вот проявлять свою доброту, свою щедрость, свою отзывчивость. И никакой серьезный кризис тех граждан, которые могут сильнее всех пострадать, что этого с ним не случится за счет того, что остальные люди вот так вот будут протягивать руку своей помощи. Большая часть продовольственных наборов уже была распределена по районам республики и доставлена адресатам. Планируется, что уже завтра раздача продуктов будет завершена. Дарья Назарова, Алина Гедива, Далиль Мирза, Архиз 24.